Всем привет друзья, с вами на связи Вула, а на экранах Paragon The Overprime И я решил заняться тем, что я люблю больше всего Рассказывать о минусах, хейтить, поливать говном и все то, что у меня хорошо получается Сразу предупреждаю, мне нравится Paragon и я продолжу с удовольствием играть в него Просто есть моменты, которые на мой взгляд очень хочется обсудить и побомбить Хотя на моих стримах я и так постоянно бомблю, но тут будет больше конструктивной критики Итак, к черту плюсы, погнали веселиться Пока что для начала начнем с мелочей И первое, что сразу кидается в глаза при первом запуске, это мыльцо Да-да-да-да, не надо мне тут страшить комментарии, что можно дописать одну команду в engine файле игры и добавить резкости Ну, главное только не переборщить, а то будет выглядеть, ну, просто капец, как вырвиглазно Но! Все же хотелось бы, чтобы игра, сама по себе имея большой выбор настроек, могла дать нужную пользователю картинку Но, как я сказал, это мелочь Вторая мелочь, которая случается уже, ну, не так часто К сожалению, вот найти футажи этого не получилось Но суть в таргетировании цели, а точнее, невозможность быстро активировать способность на противника Не часто, конечно, но я сталкивался с таким, например, с ультой Зены Ты юзаешь ульт прямо перед противником, а таргет категорически отказывается цепляться за цель И ты пару лишних секунд долбишь по мышке, чтобы ульт наконец активировался В замесах так вообще бывает проблема выделить нужную цель Но, как я и сказал, это, ну, мелочь, незначительная Конечно, там еще у некоторых других героев бывает с таргетами проблема Но это фиксится или просто, ну, нужно более точно прицеливаться Ну, это ерунда Следующее из мелочей, что я хотел бы увидеть, это реплеи Разрабы уже выкатили дорожную карту, в которой упоминали про то, что введут это Но сейчас мне лично этого капец как не хватает А точнее, мне не хватает не столько самих реплеев, а какого-нибудь фотомода в нем Может быть, я, конечно, один такой, но я очень люблю красивые скриншотики из игр И вот, вот этой функции мне сейчас очень сильно не хватает Что, к слову, было в старом парагоне Четвертая мелочь, это статистика, а точнее, КД Ох, как люди любят хвалиться этими циферками Вот только КДА, так называемый в парагоне, считается совсем не от КДА А от КГ Киллов на игру Хотя на желом это отношение киллов к смертям, а вообще желательнее киллов плюс помощи к смертям Потому что многие играют на саппортах или на танках, которые в принципе не убивают А больше сейвят и спасают ценой своей жизни В итоге, по статистике игрока, никогда невозможно понять, играет ли он хорошо или нет А в парагоне, так и вообще и подавно Потому что у нас есть отношение только к количеству убийств, сделанных за игру А они, к сожалению, не показывают ровным счетом ни-че-го Ну и как я и говорил, это все цветочки Теперь переходим к ягодкам И для начала, герои Нет, к самим персонажам претензий особо нет Ну, разве что может быть только к лицу Ховицера Ну или то, что некоторые зовут хер как насрад Это в принципе ладно, но вот баланс нужно допиливать Плюс есть претензии к ролям Начнем с ролей для начала Почему вот у персонажей только одна фиксированная роль? Для справки Танков в игре официально считается только два Это Рампага и Сиварок И тут возникает проблема с выполнением некоторых ежедневок Когда тебе нужно, например, отыграть несколько игр на танке А их-то и выбор небольшой Хотя туда смело можно было бы запихнуть и Стила, и Фэна, и даже Химеру на крайний случай Когда поиграть нужно на том же кастере, проблем вообще нет Выбор огромный А если, к примеру, у меня вообще герой не куплен? Ну, образно Саппортов тоже всего четыре Причем из них у меня есть только трое Пока что А у кого-то вообще может не быть В большинстве мобоигр персонажи имеют смежные специальности Так почему бы тут героям не привязать несколько специальностей? Кроме того, я прям очень сильно хотел бы, чтобы некоторым ролям запретили в рейтинговых играх Брать персонажей не по их роли Да, я понимаю, что можно отстоять на Мердоке в Хардзее и на Изилайне Сумрака можно в мид взять Но, блядь, брать на роль саппорта Калари – это пиздец Или в лес брать Нарбаша Ну, в квикматчах еще ладно Я сам, как игрок на Мурке с критами, могу сказать, что все играется Ну, бля, ну не в Мэме же Для чего вообще этот выбор по ролям, если один хрен каждый может взять, что хочет? Хотя, если копнуть еще глубже, то в такой ситуации мы лишимся смысла в обмене героями Когда первым пиком можно забрать более важных героев, а потом уже поменяться со своим союзником И в таком случае я уже сам буду против ограничения вот этого по выбору Тогда какого, мать его, хрена я периодически попадаю к этим имбецилам? Боюсь, за несколько стримов счетчик имбецилов перескочит трехзначное число Но я частенько сталкиваюсь с тем, что люди берут не того, куда надо Ну, это может быть со временем, так сказать, к людям придет разум Но я с героями еще не закончил Нурно срочно нерфить некоторых персов В первую очередь фею, гайку и рампагу Первых двух залютый дамаг, который им просто вот гораздо легче реализовывать, чем другим кастерам Поэтому что гайка, что фея, в основном всегда в банах Ну и рампага тоже в бане, но его ненавидят за выживаемость Его и без предметов в ульте трудно убить А когда он еще собирается в броню, плюс там может быть мурка щиты кидает или нарбаш его хилит А по резку хила вообще редко кто собирает Так его может остановить только групповой фокус А ты попробуй пофокусить такого, когда у вас есть более приоритетные цели всегда в замесе А он при этом и без предметов на урон может разобрать кого угодно В целом, я бы сказал, и нового героя Зену тоже не мешало бы порезать чутка У нее слишком сильный большой дамаг срывка Плюс у нее ульты никак не законтрить вообще Микроконтроль в виде подброса, да и еще к тому же личный щит Ей дали слишком много сильных скиллов, которые позволяют ей выживать И в принципе они позволяют ей быть чуть ли не лучшим убийцей В большинстве случаев она с легкостью и практически безнаказанно вырезает вражеского керри Или какого-нибудь кастера, который там не раскачивался в хп Другие же герои, по-моему, мне не более сбалансированы и менее требовательны к изменениям Разумеется, конечно, еще очень жаль некоторых героев, которых сделали менее результативными Тот же стил, у которого забрали стан на ПКМ и дали какое-то замедло дурацкое У тебя в итоге ни отхила, ни стана, ни щитов Ну, ульт, понятно, считается за стан массовый, но все равно А до ульты еще надо дожить, плюс она в откате бывает частенько У Калари забрали ее двойной прыжок, который хоть и был не основной ее фишкой, но все же фишкой Про ульт через всю карту я уже молчу У Синби забрали отхил на Ешке, а она, в принципе, герой, который долго настакивает свой урон, свои стаки и в целом наносит урон очень долго Отхил хоть немного ее спасал, пока она пытается что-то сделать Ревенант, в принципе, который остался тоже с носом, когда его сопли переработали и дали более улучшенную версию Мердоку Который просто теперь лупит в одну цель практически тем же скиллом Сумерк и так был очень требовательный к скиллу игрока из-за своего барабана А теперь так и вообще нет смысла его брать, когда есть более сильный керри на ранней стадии игры Мердоку уже и так берут практически на любой лайн, и он там прекрасно стоит против любого Ну что ж, ладно, уже закончим с героями и поговорим о чем-нибудь другом О предметах, например И для начала отмечу, что система с картами в старом парагоне, который был у эпиков, мне нравилась больше Это, разумеется, внимание, внимание Это лично мое мнение, субъективное, но все же Да, может она и была не до конца доработанной, но система билдов позволяла и создавать какие-то необычные сборки И имела какую-никакую накопительную систему, потому что карты нужно было еще и получать А это как минимум отсеивало новичков из рейдинговых игр Потому что им было просто, ну, сложно стягаться с теми, кто уже имеет нормальные карты И им нужно было, так сказать, немножко поиграть в квик-матчах Скажем так, прогрессия, опыт и, конечно же, затроство было видно издалека В оверпрайме от системы карт отказались и пришли к обычному магазину, как в типичной мобе С переплавкой более дешевых предметов в дорогие Система хоть и заезженная, но она, в принципе, имеет место быть Но! Действительно интересных предметов практически нет Активных предметов, наверное, можно пересчитать по пальцам одной руки Ну, варды и камни я не учитываю И, кстати, почти все они больше подходят, наверное, с саппортом Но это и не главная проблема А баланс Сейчас в мете танка билды Причем один есть очень лютый предмет Называется сладкая жизнь Его отхил маны и хп нужно срезать примерно с 2,5% до процента Потому что реально он отхиливает просто дохера Плюс большинству предметов нужно порезать даваемые ими физ и маг защиту Лучше просто увеличить перерост этих характеристик на самом герое В зависимости от уровня, ну и, разумеется, роли самого персонажа Чтобы у танков прирост брони был больше, чем, к примеру, у керри И так далее Потому что сейчас мы видим такую ситуацию, как маги собираются в танков И при этом имеют отличный дамаг, да и в довесок выживаемость И это я как человек, который сам так играет, говорю Хотелось бы побольше предметов для керри Потому что билды для них одинаковые От игры к игре практически не меняются Больше всего, наверное, разнообразия в качестве предметов у кастеров Как раз таки Там можно развиваться и чисто в дамаг Можно в маг пробития, в зависимости урона от уровня маны Плюс, опять же, можно в танка собраться Взять собрать кастеров саппорта и помогать керри То есть на данный момент самые разнообразные по билдам герои Это кастеры Но, кроме этого, хотелось бы иметь возможность использовать свои сборки предметов Об этом уже говорилось тоже в дорожной карте Но хотелось бы еще делиться сборками с друзьями Брать сборки с рандомов прямо в игре Например, какая-нибудь кнопка после матчевой статистики Или прямо в игре Тогда можно было бы, скажем так, и рандомом подсказывать Какие билды собирать, что собирать, в какой последовательности А то некоторые постоянно собирают меч на криты При этом не считая, что он дает свое увеличение к криту Только когда общая сумма твоего шанса крита Больше 50% Лесники частенько собираются просто чисто в дамаг Потому что у них единственная сборка там висит в начале А в данный момент у них в команде нет танка И им нужно собирать немножко другое, чтобы быть полезным команде А не собирать химеру в криты Ну и последнее, разумеется, что бесит лично меня Это переход на новый ранг Это лично вот касается только меня Потому что выиграть 3 из 5 игр в ММ Просто невозможно Для меня Это просто нереально Мало того, что игра при калибровке Никак не смотрит на твою результативность И оценивает просто победы Так мне рандомы заруинили 6 из 10 калибровочных игр В связи с чем я оказался в бронзе Так блять, я уже третий раз не могу выиграть 3 из 5 переходных игр Всех имбецилов кидает только ко мне И это какой-то заговор Зрители на стримах ржут как не в себя А я и поделать ничего не могу На ком бы я не играл Кто-то или вылетает Или фидит Или играет в свою игру какую-то Или берет хрен пойми кого на хрен пойми какую роль Или играет первый раз У меня уже жопа и стул сгорели за последние несколько дней Вот просто до состояния углей Ну я бы понял, если бы это как-то чередовалось Но блять, у меня проигрышей больше чем побед А соло получается вытащить, если даст мироздание Ну, одну катку из пяти А вчерашний стрим закончился выходом на переходные 5 игр И последующими тремя сливами Если ты есть бог Сука, помоги Отец мой небесный Я заебался Что ж Такая вот пока что небольшая ситуация у меня по игре Опять же повторюсь В целом игра хорошая Я буду в ней играть Она мне нравится Просто есть некоторые моменты Которые требуют срочной доработки Ну и разумеется добавление нового контента Потому что народ уже потихонечку начинает утекать из игры Если скажем так на старте игры было почти 40к То сейчас уже до 4-5 тысяч еле-еле поднимается по вечерам Так что нужно, нужно, нужно срочно работать Добавлять что-то новое Чтобы не было только людей Ну и на этом все друзья Я надеюсь вам понравилось это видео Опять же не судите строго Это все мое мнение Я просто в принципе люблю пообсуждать игры Но чтобы не пропускать новые видео и стримы Подписывайтесь на канал Ставьте лайки, колокольчики И играйте только в хорошие игры Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok